Привет мои друзья и подписчики, и те кто еще не успел подписаться. Сегодня я вам расскажу как поменять разъем рядом с чипами на компаунде. Почему я вам об этом расскажу? А потому что при нагреве платы из-под наших микросхем могут повыкатываться шарики, на которых чипы наши сидят. Вот наш компаунд, выглядит он так, черным вокруг микросхем. Это наш разъем, который будем менять. Помимо этого на плате присутствуют пластиковые разъемы, которые также нужно не спалить. Вот эти все разъемы, выходы на наушники и тому подобное. Мы заклеим вот таким каптоновым скотчем. Этот скотч термостойкий, заказывал я его в Китае. Ссылочку я оставлю в описании. Вот, заклеиваем все разъемы и обязательно заклеиваем наши микросхемы. Помимо заклейки на микросхеме я еще положу такую защитную крышку от другого телефона. Она будет распределять тепло. Также, чтобы уменьшить температуру нагрева нашей платы, я возьму и немного нанесу на контакты низкотемпературного сплава роза. Ну что ж, приступим. Сначала нанесем флюс с обратной стороны, тоже желательно его нанести. Возьмем наш паяльник и нанесем в сплав розе. На все видимые контакты и выводы нашего разъема. С обратной стороны, тоже желательно это сделать. Далее берем пинцет, я его уставляю в разъем, и тем подпираю его немного. Температуру на паяльнике я выставил 250 градусов, чтобы плата наша сильно не нагревалась. И прогреваем наш разъем. Это, конечно, будет намного дольше при такой температуре, но безопаснее. Если ваш плюс высох, нужно добавить его еще. Также немного прогреем и со второй стороны. Прогреваем. Вот почти отошел наш разъем. Сейчас мы только дорожки прогреваем, и все. Вот он легко снимается. Катонный скотч, который нам будет мешать, уже можно убрать. Вот плата. Сейчас выглядит так. Теперь на контактах уберем спиртом наш плюс, для того, чтобы работать дальше. Далее возьмем вот такую оплетку для отпайки. Ссылку, естественно, я тоже оставлю в описании. Опять же наносим плюс. Берем нашу оплетку. И собираем весь наш припой. С обратной стороны так же, чтобы наши отверстия, куда вставляется разъем, были чистыми. После очистки от припоя опять убираем плюс. Вот так у нас должно получиться все аккуратненько и чистить. Ну что, теперь можно и подобрать разъем. Вот у меня такая куча разъемов. Ссылочка, как вы угадали, опять же будет в описании. Нашел я подходящий. И сейчас я его примерю. Да, вот он походит сюда идеально. Теперь можно приступить к его установке. Наносим плюс. Перед установкой на контакты нашего разъема я наношу подушечки. В данном случае это вполне актуально, потому что выводы разъема у нас очень-очень короткие. И достать жалом паяльника с припоем будет тяжеловато. Вставляем наш microUSB. Просто прижимаем и припаиваем первый контакт. А потом остальные. Наши выводы разъема просто прижимаем. Они должны с обратной стороны припаяться. После припайки я проверяю наши контакты щупа от мультиметра. Он очень подходит, так как он тоненький, как и волк. Пытаясь сдвигнуть его в бок. Если не двигается он, значит контакты наши припаялись. Можно обезжиривать разъем. Снимаем весь каптон из скотч и дальше чистим всю плату от PLUS. Теперь можно устанавливать плату и проверять ее на телефоне. Спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки.